Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Извините, пожалуйста, за беспокойство, пищите вы, я мысленно желаю своим родным и всем знакомым всего плохого, которые мне ничего совсем не сделали. Началось я после того, как я послышал одну негативную женщину, у которой кому-то пожелала смерть. Я внушил ее слова себе. И потом так же я стала мысленно про себя говорить. Даже когда молюсь или что-то пишу, то про себя все равно желаю. Это происходит автоматически, будь во мне сидит какой-то звезд. Сама по себе я очень добра, зла и обиды не держу, и чувствую вину перед всеми людьми за это состояние. Давайте, пожалуйста, совет. С уважением. Уважаемый аноним, хочется вам сказать, что психологи не дают советов, вот. К сожалению или к счастью, я не знаю, но советы именно психологи не дают. Поэтому, если говорить о советах, то я боюсь, что вы несколько не по адресу обратились. В этом смысле слова. Дальше. Если мы говорим про то, что вы описываете, вот, ну, именно, вот конкретно про то, что вы описываете, то я бы сказал, что речь идет о механизме навязчивых состояний, то есть, когда человек себе, ну, сам себе что-то внушает, ну, это, как правило, механизм навязчивых состояний. Навязчиво. А, соответственно, ну, что такое, что такое навязчивость, да? Что такое навязчивость? Навязчивость, это когда я не могу бороться, скажем так, с своими определенными чувствами, когда я не могу ничего сделать с своими определенными желаниями, вот, когда происходит, в частности, со мной что-то, на что я не могу никак повлиять. Вот, собственно, в этом случае мы, как правило, говорим про механизмы навязчивого состояний. Вот. А, наиболее острая форма данного состояния называется часто ОКР. Вы можете ну, изучить эту тему самостоятельно, да, можете самостоятельно в интернете посмотреть, лучше всего, лучше всего, лучшее, что вы можете сделать в данном случае, пожалуй, обратиться к врачу, клиническому психологу, психиатру, для того, чтобы вам диагностировали наличие наличие или отсутствие данной проблематики. Ну, так будет лучше, так эффективнее, так быстрее, так проще, вот, и, соответственно, экономит время, нервы, силы, вот, и, в общем-то, множество проблем можно таким образом решить, вот, самое главное снимает ряд вопросов, связанных с природой, так скажем, это стоять, вот. Дальше, вы говорите о том, что внушили себе слова этой женщины. Честно говоря, я думаю, что в этом смысле вы молодец в том, что заметили, что сделали это сами. В этом смысле, на мой взгляд, вы большая молодец, потому что очень часто люди говорят о том, что как-то это произошло вне их активности, вне их желания, как-то это произошло вне их участия решение. В вашем случае, вы большая молодец, повторюсь, в вашем случае, вы отдаете себе отчет в том, что вы это сделали сам. И ключик к решению проблемы лежит в том, что вы сделали для того, чтобы себе внучили иными словами, как вы себе это внушили. Вот это является ключиком к пониманию вашей проблем, ключиком к пониманию вашей ситуации, на мой, по крайней мере, скромный взгляд. как только вы увидите, что конкретно вы сделали для того, чтобы себе это внушить, или как только вы увидите то, как вы себе это внушили, я полагаю, что проблематика пойдет на спад. потому что раз вы увидите причину для сануциации, раз вы увидите то, как это происходит, я полагаю, что вы уже сможете с этим что-то сделать. Как только вы увидите, что конкретно вы сделали, вот, ну, для того, чтобы данное состояние у вас появилось, то есть вы себе внушили, как вы себе внушили, вот. Как только вы увидите этот аспект, я полагаю, что проблема будет не такой серьезной, внушили, Это первый. Первый аспект, на который хочется обратить ваше внимание. заключается в том, что вы говорите, что очень-очень доброе, что никому не желаете зла и не держите обид. разрешите здесь с вами не согласиться, потому что для человека нормально обижаться на кого-то, нормально обижаться на кого-то, нормально испытывать какой-то негатив, ну, по отношению, скажем так, к чему-то, да, вот, это абсолютно нормально, поэтому то, что вы отрицаете, так скажем, факт наличия у себя определенных чувств, ну, как бы, говорит о том, о чем упомянул мой коллега Кудряшов Игорь Леонидов, что какую-то часть себе выправляются. И соответственно, именно по той причине, что какую-то часть себе выправляете, вот, то, что вы себе подавляете, таким образом проявляется. Вот, вам кажется, что это деструктивно, но правда в том, что это выглядит деструктивно именно потому, что вы это себе подавляете. Это именно поэтому выглядит так деструктивно. Вот. А если если вы к примеру Не будете это подавлять, если вы позволите этому быть, если вы позволите этому, ну, как-то проявляться, например, ну, вот как-то проявляться этому в контакте. Ну, например, с другими людьми, допустим, то вас это будет не так сильно мучить, вас это будет не так сильно беспокоить по итогу. А сейчас, конечно, пока вы пытаетесь себе это подавить, ну, да, естественно, вас это тревожит и, естественно, вас это парит и по-другому вы не можете. Вот. Поэтому, если говорить о психологическом аспекте данной ситуации, если говорить именно о психологическом аспекте, я повторю, то вы, как и сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, отрицаете в себе некоторую свою часть, свою часть своей личности. Как правило, речь идет о той части личности, которая отвечает за защиту себя, за личные границы, вот, ну, свои личные границы, то есть ваши личные границы. Вот. Как правило, эта часть отвечает за свои собственные интересы, ну, то есть ваши, ваши собственные интересы, которые есть вот непосредственно у вас, так скажем. Вот. И, соответственно, это, конечно же, не может не мучить вас, это не может не тревожить вас, это не может не беспокоить вас. Потому что значительная доля, ну, я не говорю вся, но значительная доля вашей личности подавляет, причем совершенно не обоснован. То есть, как это происходит? В определенный момент вы решили, что выражать злость – это плохо. В определенный момент вы решили, что злиться – это плохо. Вот. А почему вы решили так? Потому что, ну, или где-то прочитали, или где-то услышали, что злиться – это плохо. Вот. Особенно не разобрались с тем, может быть, даже и не пытались разобраться с тем, как обращаться с этими чувствами. Вот. Почему-то, в прямом смысле этого слова, решили поиграть в Бога, решив, что вы решаете, какие чувства должны быть, каких чувств не должно быть. Вот. Решили поиграть в Бога. И, соответственно, у вас это не получилось. Ну, то есть, как бы, вот, как не пытается, да, извините, от себя не убежишь в этом смысле. И чувства, которые вы испытываете, они так или иначе будут себя управлять, потому что это, это на ходе, ну, как бы, это в нашей природе, так скажем. То есть, это абсолютно нормально. Вот. Соответственно, я хотел своим ответом показать вам некоторую ошибочность вашей базисы. Вы можете, если вы человек верующий, вы можете обратиться к священнику. Вот. Чтобы священник вам помог, ну, вот, как-то разобраться с тем, что вы чувствуете. Баба, вы это, вот, себе как-то не зажимали. Потому что там нет ничего хуже, да, когда вот человек себе что-то зажимает. Я, в том числе, вера не силён, вот, но мне кажется, что ни одна вера не ряпает за то, чтобы человек жил в постоянном напряжении, в постоянном противоречии. Да, необходимо, необходимо признать, что вы испытываете определённые чувства. Необходимо признать свою неидеальность. Потому что никто не идеален, вы в том числе. Вот. То, что вы делаете, вы, как раз таки, пытаетесь быть идеальным. Вот. Ну, опять же, хочу повториться в этом смысле, что ещё ни у кого не получилось быть идеальным. Но приблизиться к этому можно как раз, когда принимаются все чувства, которые у нас есть. И, что важно, мы учимся с ними обращаться, с нашими чувствами. Мы учимся обращаться с ними. Мы учимся их выражать. Мы учимся об этом говорить. В ситуации, когда мы себе это запрещать. В ситуации, когда мы себе этого не позволяем. Ну, в общем, в этой ситуации нам сложно быть собой. Нам сложно оставаться самими собой. К сожалению. И на мой взгляд, именно это с вами происходит. Вот. Поэтому я думаю, что в первую очередь вам необходимо обратить внимание именно на те аспекты, которые я привёл. Ну, которые я озвучил в данном случае. Вот. Я понимаю, что это не просто для вас. Может, ну, даже не может быть, а скорее всего это не просто. Я прекрасно это понимаю. Поэтому, если вы по какой-то причине, допустим, не верите мне или считаете, что я не прав, обратитесь к священнику. Вот. Чтобы он, священник, вам в этом смысле помог, чтобы вы могли обсудить со священником. Да. И, соответственно, может быть, вам нужно всё-таки пройти психотерапию больше светскую. Вот. Там, если священники работают в одной парадигме психотерапевта и не священники, работают немножко в другой парадигме и, в общем-то, нет никакой там конкуренции, да, нет никакого противоречия. Ну, просто вот направленность. Направленность просто немножечко разная. Вот. Поэтому вам, конечно, решать насчёт этого аспекта. Но, повторюсь, вы сделали определённую ошибку в том, что попросили совет, потому что психологи, повторюсь, совет не дают. Вот. И, соответственно, что такой совет, это когда мы берём ответственность за вас. Вот. Я не думаю, что хорошая идея брать ответственность за другого человека. Вот. Поэтому самый лучший совет, который могу вам дать прямо сейчас, это пойти на психотерапию. То есть рассмотреть для себя возможность психотерапии и, соответственно, уже после этого решать и думать, что и как. А в качестве такой вот вводной, да, в качестве вводной, я бы предложил именно рассмотреть момент про то, как вы себе это, ну, внушили. Вот. Да. То есть вот вы говорите, да, что вот я там себе это внушил. Вот. Я, я повторюсь, что вы большая молодец, что вы там признаётесь, вот, вы большая молодец. Потому что другим людям сложнее. Вот. Вы большая молодец, что вы этом признаёте, но, тем не менее, это только лишь первый шаг. Вот. Понимаете? И не тешьте себя, не тешьте себя иллюзией, что выстраивая отношения в ключе. Вот. Я ни на кого, там, не обижаюсь и всех люблю, да, не тешьте себя, пожалуйста, иллюзией, что таким образом вы устраиваете, вот, не к дню, некие гармоничные отношения, да, и так далее. Не нужно себя здесь сейчас иллюзией, потому что это не правда, вы обманываете, к сожалению, и таким образом и себя, и людей, которые, вот, ну, как-то рядом с вами находятся. Вот. Вот. Так. А. На этом всё. Буду благодарен вам за обратную связь по моим ответам. Вот. Позволит вам начать работу над собой. Отдельного пункта заслуживает аспект того, как вы вышли на эту женщину негативную, которая, вот, желала смерти кому-то, как вы на неё вышли. Да, вот если, ну, грубо говоря… Если вы, вот, пционируете себя как человека, вот, ну, возьмём так вот, во скобочках, да, Если мы возьмем за основу то, что вы позиционируете себя как человека максимально позитивного, по меньшей мере это выглядит странно, что будучи вот таким позитивным человеком, вы выходите на женщину, которая вот откровенно распространяет негатив. А вы же не думаете, что вы, ну, как-то вот случайно, да, на нее попали? Не в том смысле, что за провиски дьявола или бесов нет, а именно вот в том смысле, что, ну, вы попали, потому что, да, вот вас это как-то вот беспокоит, вас это тревожит, вот, и, собственно, поэтому вы попали. И то, что, вот, то, что вы себе внушили, это тоже не случайно. То есть вы задаете себе вопрос, я же себе, я же почему-то внушила себе именно это. Я же не внушила себе что-то другое, а внушила себе именно это. Вот. Это не случайно. Поэтому тут вот. Главное, как бы, честность. Главное, откровенность и проблемы начали обращаться. Всего вам самого доброго и удачи. Обращайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok.